всем привет на связи дк 82 сегодня по просьбе подписчика будут обзоры тесты мачете трамантина панга понимаю что многим наскучил вот этот вот вид наверное этого стола мне в комментариях периодически пишет что сменил уже локацию ну друзья честно вот сказать я эту стоянку этот стол делал специально для того чтобы снимать обзоры было удобно я думаю здесь главной информации не то как скажем так выглядит обстановка вокруг ну давайте продолжим общая длина мачете панга 50 с половиной сантиметров лезвие 37 рукоять 13 и 5 сантиметров соответственно вес 530 грамм стали углеродка как на большинстве трамантин более они ничего не известно за . стандартная спуске сведенный в клин кончик как на большинстве значит от трамантина не заточен приобретал я этот инструмент этот мачете на озон на мае 24 года стоила на порядка 1000 рублей что по нынешним временам я считаю очень недорого вообще с таким инструментом как мачете я познакомился уже давно сначала взял самую долину в линейке трамантина 22 дюйма это был натуральный палаш с длиной лезвия 57 сантиметров потом взял поменьше вот она это у нас трамантина 18 дюймов тоже поюзанные страшные но последнее время и совсем не пользуюсь потом был мачете 14 дюймов потом приобрел вот этот мачете и в принципе уже порядка семи восьми лет он меня сопровождает во всех вылазках выездах на природу и мне его длины абсолютно достаточно и вообще удивлен почему мачете от романтина еще не у каждого деревенского жителя я как только сам распробовал что это за инструмент сразу закупил целую кучу раздарил друзьям знакомым родным инструмент крайне полезный универсальный можно траву косить можно рубить какую-то поросль во дворе капусту шинковать на кромсать тыкву домашним животным на природе заготовить трава для костра использовать для обустройства там походного лагеря на рыбалке с легкостью прорубить окно стене камыша ну или сделать какой-то охотничий скрадок например на мачете панга от романтина я тоже давно смотрел но смущал его такой конкретный бармалейский вид как сделать ему ножны вот вообще при его габаритах при том что вот кончик у него так загнут к верху пока я честно говоря не представляю на родине этого инструмента как я понял вообще с ножнами не заморачиваются носят мачете где-то подмышкой до плантации обратно после работы бросают его где попало как попало то есть если для нас это какая-то определенная экзотика для них мачете это такой же сельхоз инвентарь как для нас мотыгали лопата хотя в период народных волнений мачете тут же превращается в грозное оружие что неудивительно почитал историю вообще ужаснулся такие кровавые бой не устраивали в африканских южноамериканских странах с применением мачете что просто волосы стынут в жилах но не будем об этом меня мачете интересует только как инструмент как вариант большого лагерного тесака для леса для похода поэтому сегодня буду тестировать мачете тромантина панга только в качестве инструмента для выполнения каких-то простейших походно-бытовых задач многие ошибочно полагают что мачете годится только для рубки сахарного тростника это далеко не так причем у этого мачете достаточно достаточно массы по сравнению допустим с мачете 12 дюймов для того чтобы рубить гораздо более толстые скажем так ветки сучья ну как видите я в принципе особо и не сомневался я еще не особо напрягаюсь буквально удар и за счет вот масса за счет того что здесь вот масса широкий кончик и масса есть достаточно такая приличная рубит и врубается он древесину в данном случае в сырую достаточно хорошо думал что сухой будет так немножко упала камера ну вот это был один удар мачете поэтому те кто все еще считают мачете инструментом для сахарного тростника они глубоко заблуждаются ну вот практически то есть один удар практически перерубил да еще надо приноровиться но сейчас мы с вами пройдем более толстому дереву как видите это отросток от дерева который лежит поэтому ничего страшного если я вас рублю ну вот толщина в обхват у кого-то еще остались сомнения слушайте но прикольно на сравнению конечно смочительный 12 дюймов это просто это просто конкретный рубака рубака балабака еще одна фишка топором вы так не срубить и мачете рубит на весу в этом его удобство на мой взгляд один удар да не до конца разрубает но это может быть из за того что не совсем удобно орудовать когда в одной руке камера так о чем еще показать в принципе вот это все подрост он тут не нужен сами понимаете он буквально забивает лес поэтому ничего страшного абсолютно не случится если одно деревца подрублю тем более что тем более что потом это жертв мне для чего-нибудь пригодится попробую со всей силы одним ударом хрен на ней но тем не менее еще раз повторюсь топором вы так никогда не сделаете потому что топором это как минимум неудобно и топор для этого не предназначен да с помощью мачете нельзя свалить какое-то более-менее там крупное дерево да хоть вот такое да но зачем его вообще валить посмотрите сколько здесь валежника тем более у нас нет елок там сухостойных поэтому вот в моих местах скажем так мачете это вещь это действительно инструмент для леса ну что касается этого в мачете рукоять конечно скользит надо что-то будет делать с рукояткой не совсем удобно боишься что вылетит из руки она все-таки такая шлифованная скользкая чем-то нужно будет обмотать рукоять а так вещь конечно вещь что касается сухих деревьев веток для костра вот например такую я бы лучше распилил чем рубил даже топором во первых это лишний шум не знаю мне например не нравится лишний раз уметь где-то в лесу походе на природе зачем привлекать внимание посторонних лиц и лесников но тем не менее вот допустим вдруг по каким-то причинам мне захотелось перерубить такой вот достаточно толстая сухое бревнышко давайте попробуем глядишь получится ну вот как то так думаю результат отличный при этом не так сложно на мой взгляд и даже интересно махать мочетиной чем топориком ну и конечно же никогда не забывайте про технику безопасности и все-таки действительно травмоопасно рукоять что-то что-то нужно с ней делать если быть в перчатке или в рукавице ну однозначно она вылетит какой-то удар посильнее все просто рука скользнет а так все клево рубит рубит прекрасно решил еще один момент проверить сделать стружку ну или типа обшкурить деревях у с помощью этого мачете ну конечно удобно здесь край достаточно такой толстый 2 миллиметра как я уже говорил смело ну и попробуем что из этого получится ну принципе нормально вполне все удобно если вдруг вам захотелось находясь в лесу обшкурить убрать кору с какого-то бревна то вполне удобно вот такими вот движениями эту работу выполнять делать колышек для удочки с помощью этого мачете сами понимаете как два пальца об асфальт все готово вещь ну вот накрошил ёжиком немного дыньки конечно с помощью такого крупного мачете сложно будет выполнять какую-то тонкую работу ну типа как почистить картошку то есть если с помощью мачета травматин 12 дюймов это без проблем это скорее все таки действительно более серьезный инструмент именно рубачок я думаю что всяким косулям и зайчиком да и не понравится думаю основную мысль вы поняли то есть если нужно порезать крупный арбуз то вот таким инструментом даже таким инструментом это будет намного удобнее чем удобнее чем ножом тем более если уже говорил нужно что-то покрошить ту же тыкву для скотины кукурузу нарубить кстати тоже вообще огонь ну реально это сельхоз инвентарь вот еще кстати интересный момент есть у меня такой инструмент называется тесак соколова сделан в точности по тем параметрам который небезызвестный или скорее известный в узких кругах григорий соколов предоставлял в общем вот так выглядит мачета панга сравнение с тесаком соколова ну чисто из преимуществ того же допустим тесака соколова могу сказать что им вполне удобно копать здесь буквально такая вот лопата этим инструментом копать будет затруднительно с другой стороны не посетил мысль если как-то так срезать кончик но как-нибудь не знаю пока еще не придумал как красиво то вполне вот эти вот нужны это пластиковый чехол от шины бензопилы они вполне подойдут для этого мачете ничего не нужно будет выдумывать да буквально даже вот как-то вот так вот отпилить будет красота не так уж много веса будет потеряно при этом то есть мачета сохранить свои рубящие свойства ну вообще инструмент конечно прикольный 10 раз говорю с рукоятью нужно что-то делать что-то делать ну и по традиции небольшое заключение в общем и целом мачета панга от тромантина мне понравился достаточно увесистый поэтому для рубки жердей и вообще для заготовки дров конечно подходит гораздо больше чем вот этот вот мелкий мачете допустим носить его на себе в пешей какие-то вылазки на природу пожалуй я бы не стал в машину положить наверное в самый раз но и с нужными я уже говорил что то что то нужно будет намудрить однозначно буду его допиливать срежу как-то вот этот вот загнутый кончик а на сегодня это все надеюсь изложенная информация кому-то окажется полезной не забывайте поставить лайк этому видео если вам понравилось пишите комментарии обязательно очень интересно ваше мнение подписывайтесь на канал впереди еще много интересного подписывайтесь на мое сообщество вконтакте хотя не так активно веду этом деятельность но тем не менее острых вам ножей крепких рюкзаков и легких дорог ходите в походы берегите природу с вами был дк всем пока